Всем привет! С вами Денис Науменко и я большой-большой любитель хорошей голодовки. Вы можете это понять по моим стройным чертам лица и по моему телу. Хочу вас пригласить на четвертые весенние голодные игры под названием Целительный каскад. И пройдет этот целительный каскад с 17 по 31 мая в группах Telegram, где вас ждет канал с исчерпывающей информацией о данном виде пищевой паузы и чат поддержки. Многие наши участники уже оценили всю мощь пищевой паузы. Это видно по многочисленным отзывам из прошлых голодных игр в нашу сторону. Но благодарить нужно свой собственный организм, так как он имеет чудесное свойство исцелять заболевания, самовосстанавливаться, саморегулироваться и очищать себя не только от лишних жировых отложений, подкожных или висцеральных, как многие думают, что голодание это только для сброса веса. Нет. Но и самое главное, он может очищать клеточное и межклеточное пространство, устраняя заболевания. И все это он делает тогда, когда мы воздерживаемся от еды или от еды и жидкостей. А как мы знаем, все болезни физические, психологические от переизбытка отравляющих веществ в организме, которые попадают к нам в 80% с пищей, которые тягостным грузом покоятся в нас. Ну, конечно, не всегда они покоятся, наше тело периодически устраивает так называемую болезнь, которую мы считаем нечто нехорошим. И с помощью этой болезни организм пытается изгнать из себя, назовем это так народным языком, токсины и шлаки. И мы эти отравляющие вещества стараемся всячески удержать в себе с помощью средств, которые предлагает нам официальная фармакологическая медицина. Также болезнь возникает от дисбаланса и нехватки определенных питательных элементов. Это возникает тогда, когда человек постоянно, без отдыха ест ту традиционную пищу, которую трудно назвать пищей. Хотя такой человек называет ее нормальной. Как вы питаетесь? Нормально. А что едите? Котлетки, макарошки, булочки с кофе. Болею непонятно от чего. Ну да. Такой человек не проводит параллели между своим питанием, образом жизни и заболеванием. А ведь болезнь, мало кто об этом знает, это уже и есть выздоровление. Это уже попытка организма избавиться от внутренних загрязнений. Что мы будем делать на марафоне? Мы будем голодать по силам. Мы будем ласково и нежно менять отношение к пище. И ваше драгоценное чистое тело, ваш храм души, в конце концов, будет просить не пышную булку из шоколад, а будет очень рад брокколи, розовощокому томатику, конечно же соку петрушки. Ну как же без нее? И скорее всего горстки черного кунжута. Ну не только. Наш отцон будет, конечно же, гораздо разнообразнее. Также мы будем неустанно доносить алчущему зрителю, что пищевая пауза и есть самый наилучший и естественный друг для здоровья каждого из нас. Не бойтесь воздерживаться от еды. Это не наказание какое-то, это благость, которая доступна каждому человеку. В такой большой компании, как собралась у нас там на нашем марафоне, голодать будет совсем нетрудно. Наше дело донести вам как можно понятнее всю суть пищевой паузы, пройти с вами на практике, а ваше дело раскрыться и впустить знания, и практиковать голодание. Не только во время проведения марафона голодной игры, но и между нашими онлайн-встречами. И лишь тогда вы раскроете весь потенциал вашего здоровья. Не нужно думать, что пищевая пауза это трудно и мучительно, все как раз таки наоборот при правильном подходе. Трудности и мучения приходят с возрастом, когда накопившиеся токсические богатства будут выводить из строя одну систему организма за другую. А человек будет продолжать верить в волшебную таблеточку вместо того, чтобы стать для себя врачом, взять на себя ответственность, очистить организм, мягко поменять пищевые привычки, устранить все дефициты и наслаждаться красивым, молодым, неустанным телом и чистым, умиротворенным сознанием ребенка. Поэтому присоединяйтесь к нам. Несмотря на то, что у нас будет не меньше пару сотен участников, как обычно с разных стран и континентов, мы умудримся уделить время каждому и ответить на многочисленные вопросы и поддержать, конечно же, морально. Но если вы по какой-то причине все-таки боитесь голодать, ни в коем случае не делайте этого, а то не дай бог еще выздоровите. Это был добрый сарказм. Для того, чтобы узнать стоимость и принять участие, пишите по ссылке под этим видео. А с вами был Денис Науменко. Увидимся на марафоне. Всех благ.